с вами алена полыни и мы будем делать сегодня обратку я вот подготовил кучу бобъяга вот из ему бабъяги горшочек да такой вот чугунный горшочек но здесь не чугунный но в целом это образ такого чугунного горшочка и аспекта связи с духами то вот это вот у нас образ связи с духами побега одна нога костяная вторая нога живая это переход от мира одного в мир другой появился тревожный звоночек очень нехороший тревожный звоночек из моего дальнего окружения дальние окружение эти люди которые примыкают ко мне чтоб что-то познать что-то изменить своей жизни этот тревожный звоночек это то что когда началась ситуация связанная значит со мной с травлей на меня то эта женщина выказала свое желание дать какие-то благостные советы чтобы мне помочь и забеспокоилась за меня но потом вдруг поддавшись влиянию определенных структур энергетических она соответственно решила мыслить иначе и решила написать мне гадости я очень ценю свое время ценю сил с которыми я работаю раньше я никогда не делала отката если человек ну дурковал это была его проблема я считал что силы сами с ними разберутся отчасти так и получалось но сейчас это тоже мой новый опыт я буду мстить и мстить я буду жестоко и так баба яга как символ связи с миром мертвых будем делать откаты ну прежде всего я хочу подготовить став карточный для откатов сейчас беру карт каким не хочется для отката вы соответственно со мной вместе делайте тоже этот откат своим врагам врагов мы не прощаем просто очень долго учила всех прощать врагу вы не прощать врагу точнее сама их отчасти прощала что значит отчасти прощала я значит не придавала значение всякой фигни да ну итогом вы итогом становилось то что они размножились да потому что зло если у него не уничтожать она множится но сошли не множится будем уничтожить будем уничтожать хочу подобрать что такое чтобы я ощутила что-то это она пока не вижу такого но сейчас Сейчас тренируется у меня некий образ встава. Сложно, как будто я взяла встава, наверное, я так думаю. О, мне нравится вот эта карта. Такая вот она. Немножечко вам будет отсвечивать, уж простите мое блогерство. Вот такая вот она. Она будет у меня первой картой. Вам не видно, да, отсвечивает, понимаю. Сейчас еще третью карту я поставлю, пойму, какую я хочу. Ой, что я хочу, вот что я хочу. Вот такую карту. Я судить буду. Я буду судить. Так, Леня, прошу немножко меня подождать. Я пойду схожу за ножницами. Они у меня в кровище, если у меня не получается. Так, в чем изюм? Пойдем за ножницами, простите меня. А в чем изюм? А изюм в том, что вы сейчас вспоминаете врага своего. Давайте пока садим, попробуем поработать. У меня же это будет несколько человек. Ну, я начну работать с этой женщиной просто. Я считаю, что вот этот откат после ее письма, он просто необходим, чтобы ее шарахнул так, чтобы семь поколений ее помнили, ее ошибку. Я теперь никого не жалею. Начала даже много в ритуалах материться, чего раньше не было. Так, открываем. Вы думаете, какой будет ваш враг. Это лезвие. Ножницы. Ну, теперь это щитак, мои дорогие. Желаете мне зла? Будет жизнь, как у козла. У вас, мои дорогие, до сна 7 поколений. Жалости больше у меня нет. Ни у кого не будет этой жалости больше к вам. Так, мои дорогие, кто со мной сейчас? Кто будет врагам отката делать? Значит, символизм рассказываю, чтобы было понимание. Карта дьявола. Здесь она в этой колоде такая. Это месть. Отсылаем врагу смерть. Не обязательно это будет физическая смерть, но смерть всего, что он желал. То есть у него развал. По дьяволу будет здесь развал. Здесь у нас карта. Не буду поднимать, потому что уже лежит лезвие на нем. Бутылка защиты с острием, но человек расскажется вот в этой самой бутылке. Закрытый инвалидом, закрытый в этой бутылке, больным станет. И ножницы мы отсекаем от себя тот негатив, который нам послали, и отправляем назад врагам. Так, ну что, проактивируем наш карточный став. Настраивайтесь, к какому врагу мы делаем откат. Я своему. Нет, не работаю я с каким-то Андреем. Я работаю сейчас с женщиной. Ей делаю откат. Потому что там совсем другая тема. Активируем карты. Сейчас я уроки-то прохожу, все пойму, и потом она наступит. Так. Активирую первую карту. Кто зло желал, пусть подыхает, пусть покоя не знает, пусть дьявол его пожирает. Здесь это эгрегорный образ дьявола, мы никого не вызываем. Кто зла желал, тот закрыт. Закрыт, укрыт, укрыт злом. Ноги его поломаны, руки его переломаны, глаза его не видят. И по третьей карте у нас. По третьей карте. Все, что враг желал, то назад забрал. Все, что враг желал, то назад забрал. Итак, это мы просто проактивировали, это еще не сам ритуал, проактивировали немножечко карты. Пойдем по первой карте. Сосредоточились. Да настигнет врагов наших полное опустошение и разруха. Да настигнет врагов наших полное опустошение и разруха. Да настигнет врагов наших полное опустошение и разруха. На сей карте лезвие лежит, слово мое сторожит. Кто зла желает, лезвие руки и ноги отсекает, глаз лишает, речь обрывает. Что враг желал, то сам опознал. Что враг желал, то сам опознал. Что враг желал, то сам опознал. Итак, настроились на врага, эту женщину я хорошо знаю, эта женщина обращалась за помощью, но потом в одночасье вдруг ее переклинило, и она решила, что нужно что-то желать мне, даже не то, что желать, а мыслить так, как она мыслила, все, никого Леон больше не прощает. Итак, я настраиваюсь на эту женщину. Проклято! Заклято! Проклято! Вы настраивайтесь на своих врагов, смотрим, настав, его не обязательно прям хорошо видите, но я чуть-чуть вот так вот это двину. Ощутите, как ваши враги полностью лишаются всего, у них полная разруха в жизни. Они закрыты в пространстве зла и ничего не могут с этим сделать, у них отсекаются руки и ноги, закрываются все дороги. И по этой карте мы теперь возвращаем врагам все, что они послали нам, отрезаем энергетическую нить между нами и врагами и отсылаем им назад все, что они послали нам. Все, пустим, вернется. Еще неоднократно отзовется. Заклято! Штаб у меня какое-то время еще полежит. И я вас предостерегаю от тех вещей, которые вы часто делаете от неразумия своего. Если вы кому-то обращаетесь за помощью, цените то, что для вас сделано. Потому что иногда из такого, не буду выражаться, а хочется выразиться, из такой ямы приходится доставать человека. И так испачкаешься, пока его оттуда достаешь. И вместо благодарности ты получаешь просто молчание, либо, как в данном случае, эта тетушка себе позволила написать письмо, которое она мне позволила написать. Я стала агрессивная и злая. Вы знаете, раньше я на такие письма, они были редкие, но я на них не обращала внимания. Но в сегодняшней ситуации нет. В моем пространстве не место таким людям. И если кто-то харкнул в этом пространстве, он должен оторваться, у него должен язык. Все. Теперь уже все. Отошлите своим врагам. Нить у нас разрезана ножницами. Отошлите своим врагам все, что они вам желают. Пусть им вернется, их пожелание. Это месть. Мы никого не портим целенаправленно. Мы лишь отсылаем человеку то, что он желал нам. Вы знаете, интересная ситуация, что человек, который обращался ко мне за помощью, да, ну, только ко мне и к мастерам тоже, и, собственно, благодарил под воздействием всей этой истории в период, когда я оказываюсь в ситуации своего жизненного урока в том числе, она мне сообщает, что этот ваш жизненный урок за то, что вы деньги стали брать. Мне хочется спросить, многие ли из вас работают бесплатно? Многие? Кто может этим похвалиться? Я могу этим похвалиться 15 лет, даже больше 15 лет, я там уже не знаю даже какие сроки, потому что до сих пор я некоторых принимаю без оплаты. И я работала бесплатно. И мне решать, сколько будет стоить та или иная помощь, или та или иная фигура, книги, карты и так далее. И если человек мыслит столь грязно и мерзко, он должен быть наказан. Потому что сейчас любая грязь в моем потоке, она имеет значение. Я отрезаю от себя эту грязь. И все пожелания, все то, что было со мной, что пережила, я в эти дни, я возвращаю тем, кто мне это желал. Вот такие дела. Наверное, кого-то это испугает и начнут там отписываться, как любят и так далее. Но это справедливо. Алена справедливая. Она не добрая и не злая, она справедливая. Поэтому, желая мне добро, вы получаете добро. А желая мне зло, вы захлебнетесь в этом зле. Я вам пищу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!